Если ты сможешь видосы по Sims 4, то часто можешь встретить большое количество вопросов к игре, придирок и вообще тезис, что игра разваливается, в особенности от меня. И под особо разгромными роликами обычно можно найти два типа комментариев. Первое это, ну естественно, ведь тройка лучше, почему ты не играешь в тройку? Спойлер, играю, ссылка и на Twitch, и на записи стримов есть в описании. А второе это, зачем ты вообще играешь, если тебе так не нравится? Еще один спойлер, мне очень нравится, я обожаю четверку, и больше вам скажу, четверка, моя любимая часть Sims. И сегодня я именно об этом с вами хочу поговорить и выслушать вас. Я накидал 5 пунктов от себя и поспрашивал вас у себя в телеге, и перед тем, как поджигать задницу такими мыслями, как открытый мир в тройке, это плохо. Давайте начнем с другого пункта. Актуальность. Sims 4, симулятор жизни. Да, с инопланетянами и русалками. Да, без возможности взять ипотеку, потому что тебе не нужна ипотека, ведь на дом можно накопить, продавая камни в воздух. Но Sims 4, симулятор жизни. И когда в 22 году, спустя почти 15 лет со своей последней игры в Sims 3, я в этот, собственно, третий Sims зашел, увидел, что очень много привычных нам вещей и актуальных на данный момент, 22-23 год, все эти вещи просто отсутствуют. Как стать популярным в 90-х? Тебе снова нужно вспоминать. У тебя есть газеты, стационарный телефон – это важная часть дома, в то время как в четверке. Когда последний раз вы вообще ставили стационарный телефон? Нужен ли в четверке стационарный телефон? И есть ли вообще стационарный телефон в четверке? Я не знаю. И нет, конечно, я не говорю, что в тройке есть пара старых предметов, значит, тройка безнадежно устарела. Нет, я говорю о принципах, о том, как проходит жизнь в четверке, как ты становишься популярным, например. Ведь понятное дело, что стать популярным в 90-х и стать популярным сейчас – это разные вещи. У нас есть удаленная работа, у нас есть соцсети, которые гигантское, гигантское место в жизни занимают. Этого просто нет в тройке, этого не существовало. Я думаю, вы в комментах вспомните гораздо больше примеров, но главный посыл в том, что тройка и мир, который там, безнадежно устарел. Да, возможно, есть моды, которые что-то привносят, но то, как люди живут сейчас и интуитивно понятные вещи для новых игроков сейчас, они происходят в четверке, а не в тройке. Вот это мне безумно нравится. Следующий пункт – закрытый мир. Один из самых часто встречаемых плюсов по тройке, что я вижу в комментариях, это открытый мир, можно было ехать куда угодно, без каких-либо загрузок. Но, и это, наверное, больше личное, субъективное предпочтение, мне очень сильно не нравится как раз это. Игре приходится держать весь город в голове. Всегда. Честно говоря, может, это я так скучно играю, не знаю, в чем дело, но я не совсем понимаю, зачем это нужно. Если я хочу куда-то поехать, я туда еду, и мне не грузит ничего лишнего, я на каком-то слоте. Да, окей, в четверке тоже не идеальный закрытый мир, я понимаю. У нас в пятерке, кажется, будет на районы подгрузка, то есть по пять, по шесть слотов, вот сколько там в районе. Вот это было бы идеально уже в четверке ввести, но открытый мир, это то, чего я прямо до конца не понимаю, и не понимаю, как это может быть плюсом, учитывая, что очень многие из вас, скорее всего, играют не на самых сильных компьютерах, может быть, даже ноутбуках. И ноутбуку приходится грузить гигантское количество данных, которые как бы не используются, и вообще нафиг оно надо. Я искренне, я серьезно, очень сильно хочу узнать. Возможно, вы играете так, что постоянно ездите от лота к лоту и так далее. И в четверке, если у вас не очень сильный компьютер, постоянные длительные загрузки действительно могут мешать. Да, окей, понимаю, но в то же время, черт возьми, настолько практически религиозный трепет перед открытым миром тройки, вот искренне мне непонятен. Так что плюс четверки для меня это то, что игре не приходится работать с этим массивом данных. Ты живешь у себя на лоте, иногда путешествуешь, игра подгружает только то, что нужно. Эффективное использование ресурсов, из-за которого четверка идет, как мне кажется, намного лучше. Когда я стримил тройку, еще раз, там большое количество технических проблем даже на моем компе, с которыми, точнее которых, не встречается в четверке. Просто из-за того, что тройка гораздо более нагружена, большое количество каких-то странных костылей и багов. Да, в четверке тоже есть баги, но это баги несколько другого толка. Все, что связано с оптимизацией и эффективным использованием ресурсов, как мне кажется, как я вижу, четверка справляется с этим лучше. В том числе и поэтому четвертая часть Sims, моя любимая часть. Третий пункт. И пока Рома, рассказывающий про Sims, бежит к следующему пункту, я напомню, что из записи сотен стримов видосы выходят в раннем доступе, можно получить имя в титрах и вообще тучи бонусов. Просто почитайте, я оставлю ссылки в описании, спонсорка и бусти, это одно и то же, зависит от способа оплат. Кажется, Рома прибегает к следующему пункту. Песочница, значит, никакого лора, никакого сюжета. Опять же, периодически я слышу, что это в меня и в этой игре как минус, но для меня как автора, еще раз, это может быть довольно субъективный пункт лично на мое усмотрение, но для меня как для автора, очень здорово, что тебя ничем не ограничивают, тебе не говорят, что не-не-не-не, подожди, этот персонаж такой, тут должно произойти вот так. Нет, я делаю, что хочу, абсолютно, и это очень хорошо в четверке. И вспомните, как достает, когда в эту песочницу вмешивается сюжет с тем, что к тебе подходит человек и говорит, о, теперь мы будем лучшими друзьями, или тебе звонят и говорят, слушай, может быть нам завести собаку, не знаю, дочь, сына, корабль. Наверное, здорово так играть, когда у тебя, например, нету своих идей, не в плохом смысле, а в том, что ты просто заходишь и ждешь, чтобы игра тебя развлекала, что она проведет тебя по сюжету, через интересных персонажей, это окей, я сам люблю сюжетные игры. Тут нужно понять просто, что четверка это не такая игра, она дает тебе инструменты и говорит, развлекайся, и тебе можно там развлекаться. И это, еще раз, тоже офигенно, как мне кажется, в четвертой части. Я замотался под этой жирой ходить, хотя такая температура здесь норма. Я в Болгарии, ссылка на разговорный канал, в котором выходят влоги, в описании. Когда этот видос вышел, я или в Сербии, или в Черногории, сам не знаю, маршрут строится по ходу, когда-нибудь я вернусь в Россию. Но, пункт, о котором я сейчас хотел поговорить, это графика. Мне правда очень нравится графика в четверке именно этой самой мультяшности, образно с сетью, вот это слово, вы поняли, что я имею в виду. Играть в четверку, это как есть малину. Ты в целом понимаешь вещи, но не дай бог тебе вглядываться. И вот в четверке ровно то же самое. У тебя есть определенный образ, и ты можешь идентифицировать своего сима. Этого достаточно, не вглядываясь. Как пытаться построить родзамок. Ты в целом понимаешь, что он есть, но попробуйте перестроить это у себя в строительстве. Тут же по деталям начнутся вопросы и так далее. То есть знаешь, как нейросети или сновидения. Ты еще раз полностью понимаешь благодаря образу, что перед тобой, ты осознаешь. Но не дай бог вглядываться тебе в руки начать или в какие-то детали. Вот так работает четверка. И пока мы о строительстве говорим и обо всем, давайте посмотрим, что вы писали среди ваших любимых деталей в четверке. Я точно помню, что про строительство. О том, насколько там легко строить, удобно, перетягивать комнаты. Пожалуйста. И для того, чтобы вы видели, что люди пишут, надо пойти в тенек. Один из первых комментов. Анна пишет. Генетика. Точка. И это правда. Каз потрясающий. Здесь киса в сапогах. Больше возможностей в касс. То есть именно это вами отличается, насколько я вижу. Возможность строить и делать тех персонажей, которых вы хотите. Мэй Холмс. Спасибо за большой коммент. Мол, кто бы что ни говорил, любишь именно нереалистичность и пластилиновость. Вот эту самую наивность в образах. Да. То, о чем я говорил только что. Из ужаса он смотрю на любые моды на реалистичность. Да. Игра как бы отказалась от попытки преследовать вот этот гиперреализм, чем офигенно избежала зловещую долину. Когда твой персонаж уже не выглядит как кукла, но еще не похож на человека. И собственно туда попадает в эту зловещую долину. Четверка этого избежала. Большой плюс. Мелисса Хемлинг, спасибо, что я чувствую себя не одиноко в своей точке зрения. В том, что открытый мир не интересен, не нужен. И в четверке большим плюсом, опять же, по и моей, и твоей версии является закрытый мир. За романтические отношения с отцом. Большое спасибо зрителям из Алабамы. За отсутствие багов пишут, прикрепляя вот эту картинку. Я думаю, еще тонну плюсов в четверке вы можете посчитать. И в телеге у меня еще раз ссылка в описании. Или в комментах под этим видосом. Напишите свои. Очень, очень интересно глянуть, что вы думаете. И последним плюсом я хочу сказать в целом о Sims. Потому что спрашивают, мол, зачем ты вообще тогда в это играешь? И когда, например, выстреливают шорсы, миллионы людей видят, как парень играет в Sims. Идут вопросы, мол, что ты играешь в Sims вообще? Есть же настоящие мужицкие игры. Ты не понимаешь, нельзя играть в Sims. Это кукольный домик. Нет, я искренне очень люблю четверку. Именно за реализацию желаний. Не всегда мы можем путешествовать. Так, не всегда мы можем заниматься любимым делом. Не всегда мы можем быть с тем, с кем хочется, например, и прочие такие штуки. Конечно, в идеале лучше всего этого достигать в жизни. Да, но иногда просто хочется отдохнуть и поделать какие-то вещи в Sims. Я помню, как в универе, будучи в рок-группе, играя, ездил по стране, у меня универ, я отыгрывал это же самое в Sims. Я ходил там в универ и играл в группе. Это было в тройке, поэтому здесь мы забудем про эту битву. Что же лучше, четверка или тройка или двойка, и вот это все. Нет, Sims. Офигенная серия игр, которая позволяла в те моменты просто расслабиться и пожить так, как, может быть, не моглось в те моменты. Но можно было уйти туда, хотя бы на время. Мне кажется, вот это самое главное, что дает Sims. Во всяком случае, для меня. Опять же, мне очень интересно узнать, что для вас, Sims, почему вы любите эту линейку. Какая часть любимая? Какие плюсы у четверки? Почему тройка может быть все-таки лучше, чем четверка, несмотря на ветер от видоса? В общем, я действительно просто очень хочу с вами поговорить. Надеюсь, вам понравилось. Можете посмотреть другой видос или не забудьте чекнуть разговорный канал. Ссылка на него в описании.